Итак, ребятки, я думаю, многие, кто работает на производстве, на предприятии и так далее, кому нужно ездить далеко на работу, таскают с собой какую-нибудь еду, если у вас там на работе не обеспечивается питание. Многие, я думаю, проходили это со стеклянными банками, потом, наверное, так же, как и я, переходили на контейнеры. Вот, скажем так, новое слово техники. То есть это не просто контейнер, от которого я не всегда добиваюсь герметичности, он иногда запотевает. Это вот такая вот приблуда. Ну, судя по описанию, это гибрид контейнера и термоса. И вдобавок в комплекте идет даже ложка, которая сюда влезает. Потому что у меня, например, беда при обратном путешествии к контейнеру, ложечка у меня туда особо-то не влезает. И так же, что туда, что обратно, она едет не совсем, скажем так, внутри. Тут у нас есть клапан, как я понял. То есть для успешного закрытия его можно открыть, а потом его можно закрыть. И типа герметичность будет. В случае, если у нас внутри очень сильно горячая, она будет распирать, отсюда воздух будет немножко стравливаться. В теории. Как будет на практике, само собой увидим. Что здесь радует? Герметичная, надеюсь, прокладка довольно-таки толстая. Которая, само собой, вынимается. Для того, чтобы ее можно было промыть. Ну, и в то же время, чтобы можно было посмотреть, какая она на самом деле толстая. То есть это вам не хухры-мухры. Это полноценная, большая, толстая прокладка. И причем, судя по всему, пустотелая, судя по ощущениям. То есть она реально может прессоваться на больших пределах, скажем так. Поэтому герметичность тут должна быть в разы лучше, чем в той баночке, которую все начинали таскать. Или в тех контейнерах, которые не всегда еще можно найти, чтобы они были хотя бы чуть-чуть герметичны. И здесь герметичность заявлена. Будем тестить. Ну, и самое смешное, то, что объем контейнера не указан. Пойду замерять. Ну, в общем, у меня сюда вошло ровно пол-литра. Оставалось до верха вот столечка. То есть буквально немножко. То есть супчика вы туда вольете максимум, я думаю, грамм 450. Потому что до 500 литров, если будете наливать, вы рискуете при открытии его пролить. Но если кто-то очень аккуратный, можно и 500 миллилитров. Как-то так. Ссылка, не знаю, будет или нет. В последнее время у нас все с этим сложно. Но если будет, то она все равно мне ничего не принесет. Потому что товар куплен на площадке Озон. Всем спасибо, всем пока. Если кого-то заинтересовало, ищем на глаз так легко отличаемый, узнаваемый вид супницы, скажем так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok